Добрый вечер! В эфире «Вести» Крачаева Черкесия в студии Ярослав Щекланов. По поручению главы Крачаева Черкесии Рашида Темрезова, сегодня министр здравоохранения Казим Шаманов оценил готовность госпиталей по работе с ковид-больными, которые в настоящее время находятся в резерве. Он проверил техническое состояние медицинского оборудования, оценил готовность к приему заболевших в случае необходимости. В настоящее время министерством ведется работа по формированию резерва медперсонала. Основной упор будет сделан на тех, кто имеет опыт работы в ходе первой волны пандемии. Подводя итоги осмотра госпиталя, министр отметил, с учетом потребностей и опыта в республике сформирован двухнедельный запас лекарств, средств индивидуальной защиты для медицинских работников в госпитале оборудовали необходимой медтехникой. В случае необходимости они смогут быть полностью развернуты в трехдневный срок. И по данным оперативного штаба, на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4937. Из них 4333 выздоровели, госпитализированы 115 человек. Четко соблюдать все правила дорожного движения и не забывать включать внешние световые фары при движении транспортного средства призывали водители и сотрудники ГИБДД в ходе рейдового мероприятия в Черкесске. За ходом профилактического мероприятия наблюдала съемочная группа вести репортаж Аллы Динаевой. Каждому водителю, которого останавливали, объясняли о проводимом мероприятии, направленном на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Ведь совсем скоро эти улицы Черкеска будут заполнены идущими в школу детьми и в период нового учебного года водителям лучше быть очень осторожными на дорогах. Основным видом нарушения, которое сегодня выявляется на сегодняшнем мероприятии, является нарушение правил пользования внешними световыми приборами. А именно выявляются водители, которые не используют при движении транспортного средства ближний свет фар или дневные ходовые огни, что предусмотрено пунктом 19.5 правил дорожного движения. Данное требование необходимо соблюдать для того, чтобы обозначить транспортное средство, которое находится в движении. Соблюдение водителями данного требования поможет детям и всем пешеходам быть бдительнее и быстрее сориентироваться и понять, что транспортное средство находится в движении и приближается к ним. Для проведения рейда сотрудники госавтоинспекции отдела МВД России по Черкесску и управления ГИБДД МВД Республики специально выбрали дорогу рядом с дошкольным учреждением. И, как выяснилось, нарушителей оказалось немало. Ближний свет не горел у меня. А почему не включал? Потому что, не знаю, день. Днем зачем включать? Оказывается, надо. Мы напоминаем и еще раз просим водителей соблюдать все правила и быть осторожными на дорогах, говорит государственный инспектор управления ГИБДД МВД по Укращево-Черкесии Ибрахим Токов. Водители автомобилей, более старого образца, на которых не предусмотрена конструкция того, что дневные ходовые огни загораются автоматически или ближний свет фар. Некоторые водители забывают о данном требовании и считают его второстепенным правилом, которое не обязательно соблюдать. Примерные водители, у которых, как выяснилось, ранее нарушений не было или их было мало, на этот раз получили только предупреждение. На второе и последующее им будут выноситься штрафы, что предусмотрено кодексом об административных нарушениях. Аладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Днем потеплеет до плюс 29 градусов. Продолжаем выпуск. Самый большой флаг Российской Федерации побывал и в Карачаево-Черкесии. Участники проекта «Ломоносовский обоз», «Грозный Крым» посетили республику и развернули его на склонах гор Авдамбай. Триколор занял площадь в 1500 квадратных метров. Подробности в репортаже Аслана Гирюгова. Россия! 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 Ура! Мы это сделали! Данный проект посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Одной из важных идей является празднование юбилея победы в войне и развитие патриотизма среди молодежи. Участники проекта принесли с собой не только самый большой флаг России, но и частичку вечного огня, который был взят с поклонной горы в Москве. Проект у нас направлен на развитие межнациональных и межэтнических отношений, развитие патриотики в каждом студенте, в каждом гражданине России. В этом проекте поехали 50 талантливых ребят, талантливых студентов. Это победители проектов Международного Ломоносовского клуба, грантовой системы ФАДН и Росмолодежи. Ребята очень-очень хотели поехать. Я думаю, что впечатления, которые они здесь испытали, останутся в их жизни, наверное, до конца. В 12 часов по московскому времени участники проекта установили рекорд Гиннесса, развернув самый большой флаг России, площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Впервые он был во Владикавказе, а в Донбай удалось повторить данный подвиг в более тяжелых условиях. Никто из туристов не мог пройти мимо, не обратив внимания на данную акцию. На самом деле, в прошлом году вся страна готовилась к празднованию 75-летия Победы. Мы, как организация, которая занимается уже более пяти лет работой с талантливой молодежью, в том числе в патриотическом плане, решили, что мы не можем остаться в стороне от этого праздника. И весь проект проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Мы занимаемся, наверное, делаем самое главное. Через Победу говорим о межнациональном единстве, о том, что все народности и все национальности должны приложить абсолютно все усилия для того, чтобы не было войны, чтобы не повторились истории с терроризмом и чтобы экстремизм не распространялся в Российской Федерации. Помимо этого, было отмечено, что данная акция способствует развитию туризма в нашей республике. Каждый участник, возвращаясь домой, расскажет о красоте природы Карачаева-Черкесии. Развитие туризма, ну, конечно, тут, наверное, так подспудно немного, потому что вот даже туристы, которые видели, как раскрывался флаг, который скандировали «Россия, Россия», да, для них это важно понять, что здесь, находясь где-то далеко от дома, они все равно дома, но в большей степени это, наверное, даже скорее для направления молодежной политики и патриотического воспитания, когда мы можем сказать, что мы являемся продолжателями тех славных заветов и идей, когда мы можем, собравшись вместе, объединившись, сделать что-то. Завершив акцию в Донбай, Ломоносовский обоз направился дальше в сторону Крыма. Многим участникам поездка в нашу республику запомнилась не только красотами, но и гостеприимством. Аслан Гирюгов, Вести, Карачаево-Черкесия, Донбай. Отдых в горах должен быть уютным и комфортным. Активисты из разных районов Карачаева-Черкесии проводят реконструкцию гостевого домика и территории у Нарзаново источника, аула Верхняя Мора. Ранее домик у Нарзана принимал много гостей, но из-за несчастного случая, который произошел зимой, в результате чего он сгорел, многим не удавалось оставаться здесь на ночлег. О благоустройстве места отдыха и о том, какие будут изменения, расскажет Альхан Лепшоков. Здесь, недалеко от аула Верхняя Мора, где находится Нарзанный источник, сейчас ведется работа по восстановлению гостевого домика для отдыха. Этот домик для гостей уже много лет является излюбленным местом для ночлега отдыхающих на лоне этих прекрасных мест. К сожалению, из-за случайного возгорания, которое произошло зимой, многие лишились возможности здесь провести свой досуг. Очевидцы отметили, что пожар произошел из-за неисправности дымохода при отоплении дома. Домик загорелся из-за того, что там на крыше были осколки, которые сделаны из ружья и всякого этого. Дымоход уже... надо было его менять, конечно. Ночью случайно проснулся из наших товарищей. Он вас всех разбудил. Мы все выбежали. Дело было зимой. Был на речке лед, конечно. Мы постарались, конечно, водой потушить, но мы не смогли. Принять участие в благоустройстве территории у Нарзана приехали жители из разных населенных пунктов республики. Инициатор, руководитель Карачаевского районного отделения общественной организации «Карачаиланхал» Джашарбек Качкаров подчеркнул, что создание комфортных условий отдыха здесь даст возможность многим гостям нашей республики не просто попробовать целебный Нарзан, но и насладиться чудесной красотой природы этих мест. Очень я благодарен этим ребятам, которые отозвались и помогли. А здесь вот, вы видите, приехали с Мары. Ребята, все, которые здесь были, они все здесь работают. Приехали, с ювелирного приехали, с Малакарачаев. Ребята принимают активное участие в восстановлении этого домика. Помимо гостевого домика, здесь будет восстановлен и бассейн для купания, который три года назад из-за палатка был разрушен. Целебными свойствами здесь славится Нарзан. Им лечат различные болезни желудка и печени. Помимо этого, полностью будет восстановлена крыша Нарзанных ванн, где каждый приезжий сможет в скором времени окунуться. Такое интересное место. Источник целебный. Сахар понижает. Печень. Желудок я матери лечил этим источником. Ну, очень полезным создаем условия для людей, чтобы они лечились. Это и суставы. Вот сейчас только что отъехала женщина, она, говорит, нога так разбухла, ниже колено, приняла ряд ванн. И очень хорошо себя чувствует. Совсем скоро домик для гостей будет полностью восстановлен. Будет проведен и деревянный мост через речку к Нарзану. Джашарбек Кочкаров еще раз призвал всех отдыхающих соблюдать чистоту и порядок. Каждый раз убирать за собой. Уезжая, наша съемочная группа проверила удобство и прочность новых дорог. Так что теперь сюда смогут с легкостью приезжать многие любители отдыха в горах. Алихалеб Шоков, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевский район. Новый телевизионный сезон на нашем канале начинается с монументальной работы заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии Светланы Шендрик-Переславцевой. Она создала документальный фильм об Андрее Смольникове, который после многолетней успешной службы в армии стал успешным не просто фотографом, а фотохудожником. Сейчас презентация фильма, и Руслан Каркмазов расскажет о том, как фотографии пропуждают самые нежные чувства. Фотографии на память для отчизны дорогой. Герой фильма умеет ловить такой глубокий взгляд ветерана Великой Отечественной войны, что через глаза стариков становишься свидетелем их героической жизни. Он учит нас трепетному, уважительному отношению к людям, которые в самые сложные периоды истории российской не жалели себя, мужественно и стойко защищали нашу Родину. Андрей Смольников всю свою молодость посвятил российской армии. А сейчас у него началась вторая жизнь. И вместо автомата Калашникова – фотоаппарат, который умеет ловить чувства. Во время съемок «Ветеранов», когда я уже стал их снимать, когда я ушел туда с головой, мне стало это очень интересно. Я туда полностью погрузился. И мне захотелось найти хотя бы, кто остались вместе живы, муж с женой. Про семью Сутыгиных, как они любят друг друга. Вот Вера Ивановна, она ослепла, уже ли 20 не видит. Они в доме живут с детьми. У них комната через стенку. И когда они просыпаются по утрам, у них такая перекличка идет. То есть он ее спрашивает, ты там живая? Она говорит, живая. Он говорит, смотри, ты же первая не уходи, я первая должен. Документальный фильм получился очень нежным. Эти фотографии без слов передают эмоции из сердца. А Светлана Шендрик-Переславцева к фотографиям смогла подобрать такие слова, что каждый ветеран Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах. Есть семья Токаревых. И я к ним когда приехал, я тоже не знал, что у него жена, например, жила. Я ехал снимать ветерана. А приезжаешь, оказывается, и жена жива, семейная пара. Но она 95 лет, и она уже практически не ходит, она тяжело болеет. И у них тоже в комнате кровати рядом. Я поставил стульчик там в комнате, он сел рядом. А дальше это то, что он взял ее за руку, на нее смотрит. Тут уже никакой режиссуры нет. Это все было вот как оно было, все было по-настоящему. Фотографии на память для отчизны дорогой. Документальный фильм Светланы Шендрик-Переславцевой о фотохудожнике Андрея Смольникове смотрите завтра утром в 9 часов 15 минут в эфире телеканала «Россия-1». Для тех, кто в это время будет на работе, не печальтесь, потому что сразу после эфира мы выложим все это в YouTube. И можно будет посмотреть в любое удобное время. Руслан Куркмазов, Роберт Джугутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас продолжение фильма «Сердце матери». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»